Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии! Сегодня будет очень интересное сообщение, связанное с уникальным учреждением Государственным оптическим институтом имени Вавилова. Я взял интервью у заместителя директора по научной работе этого института Людмилы Николаевны Архиповой, которая любезно согласилась рассказать кратенько об институте. Заодно вы поймете, насколько далеко ушла оптическая наука в мире и в нашей стране по сравнению с тем, что продается нам в фотомагазинах. То есть вам станет понятно, что в Отечестве родном были созданы и могут быть созданы в любой момент, если будет на то государственная воля, уникальные оптические системы, до которых во многих странах в мире еще двигаться очень долго. Кстати говоря, это интервью было записано с помощью объектива Ноктелюкс на небольшой диафрагме. Послушайте, мне кажется, это интересно, и, может быть, у каких-нибудь фотографов или псевдознатоков оптики все встанет в голове на место, когда они поймут, насколько далеки их рассуждения от реального положения вещей. – Людмила Николаевна, вы являетесь заместителем директора по науке уникального учреждения. Расскажите о нем и о его сложной судьбе. – Институту 103 года на данный момент. Первым директором института был Дмитрий Сергеевич Рождественский. Институт создавался в тяжелейшее время, когда и страна была на уровне, в состоянии войны. У нас были немцы и французы. Это время развития белого движения. Однако институт был создан по решению Совета народного просвещения. И начиная примерно с 1918 года, 15 декабря, началась деятельность нашего института. Более того, результатом буквально через пять лет, где-то примерно в 1923 году, в России уже перестали закупать стекло за рубежом. Результат деятельности Рождественского в стенах оптического института были, можно сказать, три достижения. Первое – развитие отечественного стекловарения. Он сумел поднять всю отечественную промышленность, которая была достаточно разрознена. Мы жили на поставках иностранного стекла, а в результате стали появляться первые разработки. И третье – это развитие прикладных исследований, которые сейчас, к сожалению, и в институте, и, по-моему, в стране достаточно мало. По крайней мере, в области оптики, в той части, которая связана с будущим, а пока что нет, по-моему, никакой альтернативы восприятию глазом, так сказать, объектов окружающей среды, ничего нового не появилось. Однако фундаментальных исследований в этом направлении просто не отмечается. То есть внутри страны сейчас не ведется как таковы? Да, да. Нет Академии наук, нет, чего мы этого не видим, не получаем никакого импульса. Тогда, как во время начала, с первых истоков, поднимались фундаментальные такие работы, исследования в области фотонных вещей, исследования атома, спектроскопии. Ну и, наконец, как бы уже финишными вещами стали эта работа в области космоса. То есть мы смогли тогда всю оптику, которая полетела в космос, для исследования Земли, планет, Луны и даже Солнца, она разрабатывала с Гоевской стенок. Это роскошно. Я, насколько знаю, институт был, в общем-то, передовым учреждением во всем мире. Мы награждены несколькими орденами, которые, так сказать, были типичны во время СССР, вручали заведающиеся заслуги. Институт был признан ведущим, значит, тоже по оптико-электронному приборостроению. Да, это были. Но это были 70-80-х годы. Ну, Людмила Николаевна, вы мне скажите, пожалуйста, сейчас очень многие интересуются, особенно любители фотографий, любители оптики. Значит, сейчас такой тренд, значит, все говорят об асферической оптике. Вы сами специалист в этой области, расчетчик, по сути дела. Скажите, в какие годы уже вы этим занимались, чтобы публика хотя бы просветилась чуть-чуть на эту тему? Нет, ну я не говорю там об истории, когда вообще стали, так сказать, использовать свойства изменения поверхности, да, как элемент, как бы дающий дополнительные коррекционные возможности для исправления аберрации. Вот это уже давнейшая история. В институте мы этим занимались уже, так, значит, сколько, лет 60 назад начали заниматься. Вот, и у нас были такие успехи. Но мы и асферику использовали как дополнительный коррекционный элемент. Вот, и, ну что я вам сказать, и градиентную оптику, так, и оптику жидких сред, потому что все, каждый из этих дополнительных элементов, дифрукционную оптику я еще и вам не сказала, да, которая кроме асферизации еще создает, ну, определенную структуру. Ну, вот простейший пример, это же линца Френели. На самом деле там несколько более сложные переходы. Все вот эти дополнительные коррекционные возможности позволяют упростить схему, уменьшить количество линц, значит, увеличить пропускание, массу. Облегчить саму конструкцию. Масса, масса габаритов становится меньше. То есть вы вот всеми этими подходами, по сути дела, в той или иной степени занимаетесь уже полвека. Да, и занимались, да. Другое дело, что это, к сожалению, не развилось в том, что хотелось бы. Потому что широкого применения, на мой взгляд, сейчас это не имеет все равно. Технология не пошла вперед так, как должна была, понимаете? Надо было раскручивать эти направления не просто теоретически, но в расчете получено. А как потом это контролироваться? Как потом добиваться стабильности? Потому что в массовом производстве должна же быть стабильность, повторяем из характеристик. А это, к сожалению, не проходило. Поэтому сейчас, на мой взгляд, это, опять же, может быть, мой чисто субъективный взгляд, все-таки асферику большинство заказчиков говорят, нам не нужна сейчас асферика, мы боимся ее. Нам давайте что-то простое. Серьезно. Такая же вещь сейчас даже с дифракционной оптикой, которая в инфракрасной технике просто, я считаю, незаменима. Она прекрасно реализуется, материал с громадным показателем. На нем эта структура позволяет в три раза уменьшать количество линз. Но, опять же, тоже есть свои проблемы. Комплексно вся эта вещь от контроля заготовок самих материалов, это очень важно, потому что материал нестабилен. Это парадигма, что он постоянен в своей структуре, в своих свойствах. Этого нет исследований. Вот этот комплекс от зарождения идей до притворения в конечное изделие, этот цикл, на мой взгляд, мало где проходит вот так достойно и правильно, технически грамотно. А как сейчас обстоит дело со стеклом? То есть самым главным, чем гордилась наша страна на протяжении десятков лет? У нас было 256 стекол оптических каталогов. То есть 256 стекол с различными характеристиками? Да, различными характеристиками. Диаграмма там есть, где вы знаете, примерно где что находится. И, значит, около сотни было цветных стекол, даже их больше. Потом где-то уже, по-моему, даже в 70-80-х годах появилась мысль, значит, уменьшить количество стекол. Очень резко, для сокращения номенклатуры. Но это период уже, когда стала страна... Когда СССР как бы развалился, вот пошла идея минимизации. Мы даже, значит, проработали, я сама в этом участвовала, катала как бы минимальные, да, там примерно 25 марок было решено, но чтобы это было рентабельно, прибыльно, что называется, на заводу, который это стекло варит. Конечно, это не позволяло достигнуть никаких рекордных характеристик. Да, конечно. Да, но самое главное, вот в это же время произошло самое, по-моему, страшное, что перестали думать о созданиях новых стекол. Если изучить каталоги ведущих мировых фирм, ну, не знаю, там Корнинг, Шотт, Хара, вот, то у них не меньшее количество оптических материалов. Поэтому идея о том, что надо, значит, снижать это количество и делать глупо, по-моему, вы посмотрите, Китай, на мою историю он обращался к нам, К-8 не знали, как варить. А сейчас они варят крупногабаритные детали, размеры больше даже, чем мы добивали в свое время по оптике. Вот на моей истории самый большой размер линзы, да, 675 миллиметров. Это мы делали, космический объектив, вот такой был размер. Его варили, сделали однородным и так далее. То есть и китайцы, переняв эту технологию, сейчас делают контролируемую характеристику. Проехали, сосканировали, все повторили. Это в этом деле не мастера. И даже дальше пошли. Вот. А у нас, на мой взгляд, практически мы не сделали, хотя были такие технические задания, и я сама в этом участвовала, мы не добились, например, особого курса флинта с аномальным ходом дисперсии для исправления хроматических аберраций. Так его и нет. Они есть, но там 2-3 довольно слабеньких. В зарубежных каталоге это есть. Вот. Ну и практически прекращено, если вот говорить именно о стекле, практически прекращен выпуск сейчас с калькогенидных стекол бескислородных. Они в эко-технике, но это не кристалл, а стекло. И они очень интересны. Они позволяют создавать оптику, которая будет термом не расстраиваться. То есть температура влияет. Да, понятно. Это очень важно. Уважаемые слушатели, познакомившись с самыми интересными частями выступления Людмилы Николаевны, я должен вам напомнить, что институт создавал потрясающую космическую технику, которую я там видел. Это 4-х метровые вот с такими линзами объективы, которые работали в космосе и работали очень успешно. Именно с их помощью можно увидеть всё то, что нужно. И по этой причине, мне кажется, что глядя на эти изделия, которые сейчас в кадре, вы, надеюсь, разделите мою печаль о том, что эти работы, по сути дела, не продолжаются. Мне кажется, что нужна государственная программа для того, чтобы восстановить этот замечательный институт и создать условия для возрождения тех научных школ и оптических традиций, которые, собственно говоря, держали нашу страну впереди планеты всей, особенно в прикладных и военных областях. Я очень надеюсь на это. И надеюсь, что мой скромный вклад в это доброе дело по восстановлению уникального научного учреждения, он всё-таки дойдёт до чьих-нибудь очень важных ушей. Как вы понимаете, масштабы работы института колоссальны. Но проблема всё та же самая. Нет интереса, нет финансирования и нет поддержки научных школ, в которые бы приходила молодёжь. А без этого ни один институт жить не может. Я, например, в этом институте работал в библиотеке, знакомясь с теми материалами, которые были привезены ещё после Второй мировой войны из Германии. Они, собственно говоря, и содержат ту информацию, которую я часто привожу в своих книгах по истории оптики и истории художественных представлений о фотографии. К сожалению, это находится в крайнем упадке вся ситуация. И, конечно, глядя на такие изделия, как космическое оборудование, которое выпускалось уже много десятилетий назад, хотелось бы увидеть что-то сегодня новое. Тем более технологии, которыми можно справляться с различными оптическими аберрациями и проблемами, не только с помощью асферической оптики, они хорошо в этом институте известны и разрабатывались. Хотелось бы увидеть их воплощение ещё при нашей жизни. Но если не будет вложений в этот институт, если не будет поддержка той научной мысли, которая оттачивалась столетия, конечно, мы будем продолжаться пользоваться зачастую низкокачественными пластмассовыми линзами из Юго-Восточной Азии, что, конечно, печально и сильно подрывает эстетические представления о фотографии. Продолжим прослушивать историю, которую сказала нам Людмила Николаевна. Если говорить о том, что сейчас делается в нашем бывшем филиале, сейчас это отдельный институт, который называется АОН по ОГОИ, то в нём сейчас только волокно, может быть, сеталы ещё в какой-то степени остались, а новых стёклов практически никто не разрабатывает. — Вы говорите, наука исчезла, но на рынке есть прекрасные иностранные образцы оптики. Что мы теряем-то от того, что наша советская наука исчезла? — Во-первых, слово «прекрасный» тоже, наверное, это как бы заведите соответствующий парадигм. Вы как третий действующий лиц, или главный даже, вы как раз говорите, что оно далеко не столь прекрасно, как оно позиционируется, правильно? — При тщательном исследовании, если вымыть руки и посмотреть, то выясняется, что не всё так хорошо. — Поэтому я хочу сказать, что дело даже не в том, что наука исчезла. Она просто должна быть... Она, наверное, не исчезла вообще-то, да, и в нашей же среде наверняка есть то направление, которое сейчас и задействовано, и востребовано, и оно в будущее смотрит. Но я говорю о более высоком уровне, о технологии, например, о том, чтобы это было реализовано. Вот это у нас сейчас вообще... Если проанализировать технологические процессы, но по созданию той же фотооптики даже, да, я бы сказала, что мы вообще чуть ли не 60 лет назад вернулись. — При этом спрос-то колоссален, потому что я знаю очень хорошо фотографическую оптику, микроскопическую оптику, и даже телескопы немного. — Ну, вы знаете, прекрасно Ломо, которое выпускало раньше свои микроскопы, сейчас покупает их в Китае, пересобирает и выпускает. — Ну, конечно. — Это же не новая для вас вещь. — То есть направление-то очень нужно, особенно с развитием цифровых технологий. — Направление нужно, но оно исчезло. Вот давайте проанализировать. Вот я вам еще такую вещь знаю, хотя сообщу, хотя наверняка вы там знаете. Рядом с нами, территориально, и в свое время даже здесь лозунг был такой, что здесь будут бегать студенты. Это территория бывшего ГОИ. Ну, она вот, где бывший дворец, не дворец, а дом, помещение Елисеева. Вот там же была территория института, там великолепные были дубовые гостиные, наши там исторические такое, прошлые там было все представлено, очень интересно. Вот. Сейчас там, ну, ряд фирм находится, фирма. Молодежь, если бегает, но она занимается бизнесом далеко не оптикой. Но как бы то ни было, это территория, которая сейчас занимает, ну, отдельную структуру ИТМО. А это наш институт, я из него вышла, и многие наши люди, которые были оттуда, там воспитывали и обучали оптико-расчетчикам, как считать. Там были оптотехнические кафедры, да, ну, какие там еще, предположим, конструктора. Сейчас этих специальностей уже нет. Вообще нету. Их просто нет, исчезли. Я пыталась найти для института автотехника. Той человек, который грамотно понимает, как померить то-то, да, как подойти к измерениям. Ну, так, чтобы это был, ну, не просто так, знаете, рабочий класс подошел, пахнул, посмотрел на готовый прибор. А творческий подход. Нам же часто методики надо самим создавать. Ну, надо созидать вообще-то, делать, конечно. И вы знаете, звонила туда, таких специалистов нет. По расчету тоже. Сейчас только информатика. Вот я бы поняла, если бы это действительно было связано с тем, что просто новое что-то появилось. Вот что-то новое. Ну, вот вы. Понятно. Понимаете, человека, вы знаете, лучше, чем кто-то, да? Это объект вашего изучения. Что-то появилось? Что-то впереди предвидится новое? Впереди мало чего нового предвидится. Да. Ну, при чем телефон? А что телефон? Ну, так это оптика там нужна. Но новое не изменится. Я же говорю, что изменилось, зрение оптики. Не новый телефон. Нет, вы меня не поняли, Александр. Я имею в виду новый подход, где вообще исчезает понимание оптики. Ну, я сейчас часто говорю о фотонике. Где, что? Какой еще орган восприятия человека столь информативен? Мы самое главное. Мы зрительные звери. Да. Почему исчезли те же самые разработчики? Понимаете? Вот сказали бы, сейчас цифра, да? Цифра. Ну, ладно, хорошо. Это следующее движение. Но при этом-то зрение остается. Может ли существовать без приборов оптических? Та же цифра. Может. Может, правда? Но она ее не заменяет? Нет, дело в том, что оптические элементы, как были нужны, так они нужны. Конечно. Вот это самое главное. Потому что матрица сама напрямую работать не будет. Конечно. Ничего нет, которое вам создаст изображение. Цифра поможет создать объем. Она уменьшит объем перевариваемой информации. Она его структурирует. Да, формат определенный. Все. Дает дополнительную информацию для человека, наверняка для органов восприятия. Но она не заменяет первичное изображение. Которое то ли у вас в глазу, то ли на матрице, то ли на что-то будет. Правда? Изображение не все проблемы решены? Да нет, конечно. Конечно нет. Конечно нет. Конечно нет. Любой прибор, который вы сейчас посмотрите, ну, извините, даже вот обычные свойства, не свойства, так скажем, но это уже немножко не совсем гражданская вещь, но как бы то ни было, вы же знаете, что радиосигнал используется как один тоже из методов, так сказать, контроля пространства, обнаружения и так далее, да. Но он все равно менее информативен, чем оптика. Он всепогоден, но менее информативен. Все равно остается любой оптический прибор. Оптика остается. Оптика все равно неизбежна. Это не то, чтобы там мой гимн оптики, это просто понимание. Я и спрашиваю вас, да, и если вы тоже изучая человека, можете сказать, что ничего другого нет. Ну, в общем, короче говоря, если не будет оптического элемента глаза, то ничего не поможет. И вживление электродов мозг напрямую пока никакого изображения не строит. Да, да. Сколько бы об этом ни рассказывали. И поэтому каким образом можно приводить так науку, промышленность, чтобы исчезало все то, что позволяло бы держаться, ну, то есть расчет, конструирование, даже технология, оптотехника — это испытание всего этого. Оно исчезло. Как будто этого не будет. А в нашей стране, по сути дела, отсутствие научно-исследовательских лабораторий, диссертационных советов. Ну, у нас есть, у нас был диссертационный совет, и он даже еще как бы и живой, но пока мы в той мере живы и все, у нас нет преемственности. Нету молодежи. Да, нету молодежи. То есть нужно вкладывать деньги. Молодежь уйдет в торговлю, к сожалению, хотя столько талантливых ребят, они бы приходили, но... Оптика — это на самом деле оборонное направление. Институт изначально создавался как для замены ввозного стекла, для того, чтобы строить в том числе оптические, артиллерийские приборы. Сейчас не артиллерийские приборы, но приборы такие же точно оптические надо строить для оборонки. И их невозможно закупить. Их надо создавать и рассчитывать, делать независимое производство, независимые расчетные лаборатории, независимые школы оптиков, которые смогут это поддерживать, это огонь угорения. Пусть не гигантское, но достаточное для поддержания обороны страны. Просто это иначе самоубийство, ликвидация. Директора институтов, я вас перебью, предприятий, не институтов. Институт по оптике вообще мало. Это, наверное, один из немногих. Прикладной институт, который был создан специально для изучения различных задач оптики. Тут же и лазеры, и волокно, и спектрометрия. Ну, много, много задач, да? И при этом объективостроение отдельно, вот, направление, в части, что вас больше всего волнует. Но предприятие, они его должны выпускать, серийно осваивать, да? Конечно. Добиваться, так сказать, технологичности, дешевизны и так далее в дальнейшем. Приезжаем и контактим, когда они что говорят? Да у нас сейчас практически интеллигенции нет. Инженерно-технический персонал очень мало знает в этом что-то, просит даже нас в школу повторять. Ну, типа, курсы лекции, повышение квалификации. Переходят люди, а вот, кстати, это из Вологды даже был у нас очень интересный такой там руководитель. Он говорит, у нас ведь молочная промышленность развита, ну, вы знаете, вологодское масло и так далее, да? Вот они говорят, у нас приходят ребята, которые закончили вот эти учреждения, там, ну, не знаю, колледжи, или там, не знаю, лицеи, что-то в таком роде. Они совершенно оптики не знают. Начинают работать. Инфраструктура построена так, что только вот они могут там... Они хорошие потом специалисты, но они добросовестно будут работать, но не знают основ оптики. Ну, то есть, опять, это старая проблема. Разрушаются школы, разрушается преемственность образования, разрушается преемственность изготовления диссертаций, разрушаются лаборатории научные, исследовательские, без которых это вообще жить не будет. Вот мы не сможем конкурировать через там пять лет с Западом, потому что они начнут говорить на том языке, которого у нас уже специалисты не понимают. Потому что это надо поддерживать, развивать, иначе ничего нас впереди не ждет. О каких прогнозах мы можем говорить? Вот я писала прогноз на 25-й, на 38-й, на 45-й год. Прогноз развития. И для этого изучала не просто то, что... Ну, я знаю то, что делается у нас и в отрасли. Я получала даже тогда информацию от наших предприятий. Я кучу книг ходила, искала в наших подвалах, наших магазинов, которых вы, может, и не знаете, потому что мне сказать никто не спрашивает. А там внизу в каждом здании еще есть подвалы, где вот такая вот была футуристическая литература. Она чрезвычайно интересна. И везде там оптика была. Даже хотя там на поле сражений бегали роботы, но оптика там была. Но они же не слепые бегали. Да, да. Поэтому мне хочется вот в конце разговора пожелать вам удачи и о своей точке зрения. Считаю, что, конечно, нужно создавать моя субъективная точка зрения дилетанта. Но тем не менее, поскольку я немножко в этом понимаю, могу сказать, с моей точки зрения должна быть, конечно, государственная большая программа, которая включает все от восстановления ГОИ до создания специализированных советов и кафедр, которые будут готовить специалистов. В противном случае с моей точки зрения страна просто потеряет одно из направлений оборонной промышленности. Я правильно понимаю? Правильно. Все правильно. Да не только оборона. Направление, о котором мы с вами сегодня говорили, ну, та же самая вот фотооптика, да? Конечно. Она, конечно, как бы стоит особняком. Когда-то одно время, когда каждый считал, что нужно быть фотоаппаратом, помните? Миллион в год выпускали. Да, да, да. Это было очень интересно. И это развивалось. Мы разрабатывали много объективов всяких. Помните, с аноморфотной оптикой, не знаю. Да, да, да. Аноморфную оптику я пользовался даже. А сейчас, как только рынок нас заполонил зарубежную, кинули на это и успокоились. Все. Понимаете? А это неправильно. На самом деле проблемы, вот я знаю оптические проблемы ведущих фирм, того же Лейтс, которого я тестировал, те же самые Сигма, тот же самый Цейс. Проблем огромное количество, они не решаются. Потому что это должно решаться квалифицированными коллективами с преемственностью исследований внутри лаборатории институтов. Ну, потом, понимаете, какие-то направления, но для человека. Поэтому это тоже, мне кажется, надо. Спецтехника, спецтехника, а это для людей. Еще один вопрос. Да. Тихий вопрос из зала, как говорит профессор. А почему нельзя создать какой-то продукт, если мы знаем, что западная оптика где-то проигрывает, нельзя создать продукт, конкурентоспособный, продавать его. Нет, во-первых, я вам хочу сказать, не обязательно создавать продукт, который есть и на Западе. Я убеждена, что наверняка вот даже в нашем коллективе есть мысли, которые и не повторяют зарубежные. Но для того, чтобы это создать, извините, необходимо иметь деньги. А как может существовать любое предприятие? Любое. Либо у вас должны быть какие-то оборотные средства, правда? Либо вы должны получать что-то из госбюджета. В концерне мы выдаем идеи, требования, предложения. Я вам говорю, вчера только мы обсуждали, ну, наверное, больше десятка, там, полтора десятка различных новых направлений во всех областях. А то есть Арктики, там, поле боя, гражданское направление и так далее, объективостроение. Так что идея у нас есть. Идея есть. У нас даже есть большой план по ПИР, так называемые, ну, перспективные, инновационные работы. Тоже есть эти мысли. И мы, может быть, действительно, в какой-то степени впереди планеты, потому что у нас практически больше нет. Кто по оптике занимается? Больше нет. Ну, института. Ну, вот, почему Летомо, там, может быть, Бауманка, там есть отдельные какие-то направления. Небольшие направления. Да, да, аэрофотоинститута, там есть что-то, но все равно здесь комплексные какие-то есть вещи. Но как вы будете эту работу реализовывать, у нас этот план утвержден. А финансирование откуда? Весь только в этом вопрос. Ведь ни одного молодого человека, его не держите, если он знает, он пойдет в торговлю, он получит деньги. А тут он будет сидеть на 20 тысячах. Разве это деньги? Должна быть государственная поддержка идеальных направлений. Это, причем, по-моему, это не просьба, там, дай им. Нет, это... Мы бы это наверняка могли потом, понимаете, в какой-то степени перетрансформировать и в деньги. Но первый начальный импульс, вот когда что-то должно быть получено. Требование простое. Для того, чтобы выжить и развиваться, нужно иметь государственную заинтересованность. Все, торговля шнурками не подойдет. Завершая этот ролик, хочется сказать, что в Отечестве еще сохранилась научная оптическая мысль. Сохранились разработчики и люди, которые понимают, как это делать. Если мы немедленно, в кратчайшие сроки не сделаем государственную программу не о спасении китов, а о спасении целого научного направления, которое для обороны не менее важно, чем изготовление пушек и ракет, то мы останемся очень скоро у разбитого корыта, так же, как со многими направлениями, которые теперь не можем восстановить уже десятки лет. Надеюсь, что меня хоть кто-нибудь услышит. А так хочется пожелать сотрудникам Государственного оптического института им. Вавилова не терять надежды. Быть может, о них вспомнят, и их уникальные знания, опыты, навыки и умения окажутся востребованными. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok